Вы же как-то с человеком. Встречаетесь. Не понравилось. Ушел? Нет, ну, еще нет. Если вы только встречаетесь, ничего страшного. Можно встречаться или достаться. Нет обязательств никаких. Просто в это время не надо ни с кем другим встречаться. С одним начали встречаться, все позабыли все. Пытаетесь выяснить с этим человеком отношения. Разочаровались в нем, проверьте его, испытайте. Не подходит, можете встречаться с другим. Не пытаться уже расстаться с ним. Не то, что он не подходит. Да, все ей хочется общаться, но не хочется никак не прыгать. Его напрягать не хочется, а придется. Не напрягаться невозможно. Больше не наслаждайтесь друг другом, а говорите с ним о чем-то возвышенном. Пытайтесь. Это отношения сделают более чистыми и хорошими. Люди должны учиться терпеть друг другу. В реку смотрятся облака, и я тоже в реку смотрю. Вдруг чувствую, как любимая рука берет режную руку мою. Что с тобой стряслось, друг, копят? Быть может я в чем-либо? Нельзя же молчать, упрямо молчать. И час и другое подряд. Страдание будет обязательно. Я же вам объяснял, как это происходит. Люди, когда влюбляются, у них появляется жажда наслаждаться друг другом. Эта жажда рождает страдания и обиды. Что? Остывает сердце в человеке. А у вас просто период, это вот периодом зависит астрологически. Смотрите, вот у вас три месяца назад теплое было сердце в дни, сейчас остывает, пройдет два месяца, опять потеплеет. Ну, общайтесь поспокойнее. Вы же хотите наслаждаться отношениями, да? В это время надо служить этим отношениям. А вы хотите только наслаждаться, да? Нет, я не могу, я не хочу. Ну, служите. Молитесь Богу и служите. Очень ранее. Очень ранее. Очень ранее. Очень ранее. Мучиться все равно придется. Обязательно. Вы успокоеннее вам стал, нет? Что-то успокаивается, когда узнает правду. Я вам сказал правду, что придется мучиться, продолжать строить отношения. Служить им человеку. У вас есть выбор. Вы можете с ним быть, можете и с ним. Но сомневаться у вас нет права. Можете служить этому человеку, заботиться о нем. Если у вас остывает сердце, больше служите. Молитесь, служите больше ему. Но если вы начинаете сомневаться, это предательство. Я вам объясняю правду. Заботиться о нем. Заботиться по-женски. Спрашивать, как дела. Я желаю тебе счастья. Что-то сделать хорошее для него. Приготовить пирожки, принести. Не сомневайтесь в этом. Взяли, приготовили пирожки, принесли к нему на работу. Очень скромно. Я пришла к тебе с пирожками. Не сомневайтесь. Это правильно так делать. Вот я тебе не просил же пирожки к нему наносить. Чего ты пришла с пирожками? Чтоб ты покушал. Но я сытый. Ну раз дай, друзья. Смотрите, у меня такая подружка. Чего-то все передумывает. С пирожками пришла. Муж говорит все, что угодно. Но сердце у него будет теплее подружки. Теплее. Вы готовы служить человеку? Или хотите всегда наслаждаться им? Служение таскеза. Служение таскеза. Вам где-то стало, да? Я думаю, что... Я думаю, что...